В Апатитах на этой неделе открылась конференция реабилитационной программы для социализации лиц, страдающих психическими расстройствами. Социологи, психологи и социальные работники из разных городов Мурманской области делились опытом работы по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Тема встречи в докладах звучит довольно остро. Люди с нарушениями психики не должны быть отвергнуты обществом. Им нужно помогать. В первую очередь в социальных учреждениях. Первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Веденеева рассказал о четырех этапах новой государственной реформы. Оборудование интернатов и детских домов, медицинская помощь, организация досуга. Как пример, Светлана Веденеева приводит апатийский психоневрологический интернат. Людей мы полностью расселили в корпусах, которые сегодня к проживанию людей организованы блоками, комнатами. Они приравнены к социальным общежитиям под контролем специалистов. Вот эта задача ставится в основном в реформе, которая сегодня идет пока еще в проектной деятельности, в подготовительной. Но мы в точности можем сказать, что мы готовы абсолютно к этой реформе. Апатийский психоневрологический интернат – крупнейшее учреждение в регионе. Здесь проживают около 600 пациентов с хроническими заболеваниями психики со всей Мурманской области. Более 80 нуждаются в уходе. Для реабилитации привлекают органы здравоохранения, опеки, волонтерские организации. Это происходит с различными техниками, сопровождаемыми проживаниями. В частности, в нашем учреждении создана целевая фокусная группа, с которой работают как психолог, так и специалисты других учреждений, которые обучают, тренируют наших клиентов для дальнейшей социальной адаптации и интеграции в общество. В Апатийском интернате клиенты получают помощь через спортивные, музыкальные занятия, творчество. Есть даже отдельная комната-галерея, где находятся поделки, рисунки, созданные руками воспитанников. С пациентами работают социологи и психологи. Здесь же обучают их родственников методам и правилам ухода. С 2017 года на базе нашего интерната функционирует школа по уходу, где мы обучаем родственников и лиц, оказывающих помощь на дому, навыкам специализированного ухода за маломобильными инвалидами, за лицами, страдающими психическими расстройствами. И один из модулей нашей программы посвящен созданию комфортной и безопасной среды в месте проживания, а также тем проблемам психологическим и путям их решения, которые часто возникают в таких семьях. Как подчеркнули на региональной конференции авторы докладов, очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями психики не чувствовали себя изгоями среди здоровых людей. Им нужно помогать, и это задача всего социального общества.